добрый день вы смотрите открытую студию проект места города обучение вокалу через физиологический подход обсудим сегодня и с нами на связи педагог психофизиолог по постановке голоса речи дыхания и вокалу власта рукавихникова приветствую власта вы называете себя вокально речевым психофизиологом в чем отличие от просто дагога по вокалу здравствуйте да меня зовут ласта и действительно я являюсь вокально речевым физиологом и психофизиологом даже вопрос очень интересный и он на самом деле в глупе в историю своими корнями уходит дело в том что сейчас у нас в стране так отстроено наше образование что вокал преподают у нас вокалисты и я в общем то никакого специального отделения для вокальных педагогов нету то есть у нас просто есть вокалисты у которых в конце в дипломе написано что они могут петь хоре петь сольно и еще и преподавать вокал и на самом деле петь и преподавать вокал это совершенно большие как говорится разницы а тем более как бы таким пониманием глубоким пониманием физиологии вникать в этот процесс у нас никто не обучает и разница наверное все таки в том что я ставлю перед собой несколько другие задачи может быть чем педагоги по вокалу и для меня самое главное это естественность и безопасность то есть мне не так важны традиции мне не так важны какие-то устои вокальные которых особенно много в академическом вокале насколько важно чтобы человек сам понимал зачем он и что именно он делает то есть именно конечно разница в подходе ну вот так что думаю что вот так ваш педагог по вокалу был вокальным физиологом что это значит вот он как раз человек у меня было много педагогов по вокалу разных с разными историями с разными школами и российского академа и эстрады и зарубежного тоже зарубежные эстрады но мой педагог он именно закончил как музыкальный физиолог вот то самое европейское образование про которое на самом деле очень много говорю в блоге он учился в консерватории римского порсакова в парижской консерватории и как раз таки там именно получил вот это самое образование музыкальной физиологии у нас это образование реально получить негде его до сих пор нет хотя мы ждем его уже лет наверное 30 точно ждем как с европы она могла бы уже перетечь к нам и он очень здорово профессионально относится к дыханию к мышечным координациям все-таки поем мы телом и у нас должно быть вот это понимание что поем мы телом не только там не знаю талантом или от природы либо поем либо не поем а каждый человек может развить свой навык работая со своей физиологии и вот я как раз очень хорошо понимаю как отстраивается навык с точки зрения физиологии ваш подход к вокалу отличается от подхода многих российских педагогов расскажите в чем уникальность вашего метода вот очень часто в академии суют много техник да и в стране приходит человек абсолютно с нуля ему говорят вот делай вот так 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 и там него перетяни рот переоткрой и получится у тебя результат а я действую совсем не так я даю время человеку попытаться самому осознать какие функции он хочет в себе включать какие не хочет как он хочет в каком контакте быть со своей физиологией и соответственно я никакого насилия не применяю а с самого начала сказать человеку что правильно петь вот так а вот так неправильно это зачастую насилие потому что она связано там раскройте мягкое небо вот вы растянулись вот в этом состоянии пойте и этим наглухо отбивается функционирование физиологического интеллекта личности то есть если мне говорят как пить то я уже сама не буду пытаться вникать как бы я хотела петь если есть уже какие-то правила но этих правил на самом деле не существует то есть у нас у всех есть просто набор мышц которыми мы как-то можем владеть и этот процесс это сложнейший процесс как мы можем налаживать свой контакт вот с телом чтобы получать голос то есть я не даю насилия но я очень круто разрабатываю физиологию я очень мощно отстраиваю дыхание и порой человек даже не понимает потому что я работаю не так с его сознанием как с его телом но безусловно я при этом и очень много всего объясняю то есть они просто так вот мы поем упражнение и ничего не говорю я и рассказываю структуру но и в то же время эту структуру даю возможность как-то переживать переосознать и получить тот продукт который человек сам бы наверное себя хотел какая взаимосвязь есть между вокалом и телом огромная прямая здесь куда ни копни обо всем можно поговорить и влияние сосудов то есть если сосуды сжат и разжаты отсюда все эти истории там надо выбить коньячка перед концертом или там греть руки или ноги перед пением перед уроками сосудистое состояние будет влиять на тело конечно же состояние осанки состояние питания как мы спим в какой позе сколько мы спим все это будет влиять на тело ну и самое наверное главная тема это зажимы особенно для тех кто начинает с нуля и если наше тело в той или иной степени зажата то у нас не получится качественного голоса речь ли о вокале или о речи не принципиально то есть это в целом голосообразование она связана с зажимностью в теле какие телесные блоки больше всего отражаются на вокале о мой педагог называет это таким интересным замечанием малый физиологический пакет вот у него он собрал это в его практике он так для себя решила малый физиологический пакет очень сильно нам на голос влияет напряжение в лице в голове безусловно тут перекликание с мышцами горла и гортани если будет напряжение хроническое в лице которая вот мы спим бывает и лицо напряженное машину ведем лицо напряженное оно безусловно будет перетекать на шею а напряжение в челюсти но это все вокалисты знают нам очень важно проработать мышцы горло и гортани соответственно нам на напряжение горло будет очень сильно влиять шейно-воротниковая зона если есть напряжение в спине опять же в шейно-воротниковой зоне но тоже там бывает не локальная она может тянуться через всю спину то это все нам будет давать некоторую неестественность голосовой вот то что я сейчас показываю нас также волнуют внутренние мышцы груди во все мышцы реберные насколько они сами по себе жесткие и насколько мы можем их все-таки размягчить и сделать более пластичными и конечно один из центральных зажимов это дыхательный зажим то есть это разработка диафрагмы для нас это один из очень центральных моментов в нашей работе почему не работает такой подход повторяй отлаживай технику и будет желаемый результат смотря у кого у может быть уже профи которые уже в своем голосе разобрались для них голос это не какая-то структура что вот ну говорю я понятно как опять это это как будто вообще что-то другое как будто пение никак не связано с речью какая-то какой-то навык с которым надо родиться вот когда уже такого нету понимания когда мы уже голос более менее свой чувствуем и грудной голос и головной голос тогда мы конечно можем набирать какие-то варианты техник но опять же эти техники они никогда не будут как сказал педагог то есть педагог допустим поет там и говорит петь на широкой шее это хорошо ему и вака или как вообще вокалисту какому-то а ученику может быть именно вот эти вещи они не совсем подойдут то есть как ученик понимает для себя широкая у него шея или не широкая тут очень много переменных которые мы до конца не можем проверить поэтому сразу говорить вот что техника вот это подойдет сразу все так не работает когда мы начинаем с нуля нам нужно вот пройти этап это очень важный этап постановки голоса именно просто постановки голоса не вокал когда у нас есть время это существенно важный этап когда у нас есть время побыть в себе почувствовать что вообще у нас есть вот это я объясняю очень круто на курсе и вообще в работе с собой я просто структурировала это мы должны поговорить про дыхание должны поговорить про мышцы горла и гортани и же самое как мы с ними можем что это за мышцы но что в итоге мы выберем что выберет каждый человек для себя это его личная задача то есть не должно быть такого что педагог говорит вот так пой потому что это правильно нет никакого правильно это правильно оно будет у каждого педагога свое один педагог скажет там свое какое-то мнение голоса о голосе другое другое но в конечном счете у человека должно быть само понимание себя самостоятельное я хочу чтобы вот так я умею по-разному но мне в итоге комфортно естественно и безопасно вот таким образом я хочу петь звучать вот так вот это очень важный момент чем мы отличаемся от европейской школы потому что мы все-таки вот как раз насаждаем насаждаем вот этих техник на самом деле тот кто считает особенно из педагогов это у нас так учат к сожалению то есть это уже исторически так тянется тот кто считает что мы можем парой техник разобрать весь локальный процесс что грубо говоря там открой рот начни на тени небо и все и все получится это не так количество мышц которые вообще организует нам речевую деятельность это страшное количество мышц в одних только связок на связках насчитывают до 24 мышц 12 и 12 соответственно в разных связках и мы не можем этими мышцами управлять если в танцах мы хотя бы можем управлять рукой ногой там не в спорте в каком-либо то здесь эти мышцы мы их не видим и не понимаем и пытаться говорить что вот сделай вот так вот так ты решишь этот процесс это полное непонимание глубины вообще сути этого процесса как вы относитесь к позиции идти напролом вопреки голосовым склонностям выжимать желаемое как мне это не всегда безопасно это просто небезопасно если мы смотря что мы опять же чем идет речь если просто про голосообразование это один вопрос и это не хорошо то есть стараться из себя выжимать выжимать высокие ноты там мы же получится давай там побить себя по руке по ноге ну уже исторически сложено что это уже мне кажется любой педагог по вокалу скажет ну так не надо надо как-то с большим пониманием к себе к своей природе что ли относиться к своему телу но очень часто так бывает что люди хотят петь не тот репертуар который им от природы вот так вот сходу легко было бы петь и например человеку которого в целом очень маленький голос он сразу хочет спеть большой сложный академ или просто человек который там пришел почти с нуля он сразу хочет петь серьезную эстраду и пить не знаю ведь не хьюстон например и здесь конечно нужно понимать структуру еще этого внутреннего конфликта то есть здесь надо разобраться с психо физиологии то есть и самой психикой тоже почему человек хочет так а не иначе бывает так что просто нравится какой-то тот репертуар который ну вот с детства пели родители и я тоже хочу петь а насколько мой голос позволяет или не позволяет меня волнует мало просто я хочу петь этот репертуар но здесь тоже надо разобраться действительно ли это наше желание или это просто может быть какие-то там предпосылки из детства молодости или еще откуда-нибудь какие-то чьи-то нарисованные желания зачем нам-то петь этот репертуар но с другой стороны еще надо сказать что во первых физиологию можно разработать то есть наверное не каждый человек вообще может стать да и певец может стать прям великим академическим певцом действительно не у всех есть такой вот голос который будет брать огромные театры без микрофона без всего или во всяком случае сделать такой голос кому-то будет ну легко а кому-то будет очень очень много времени лет уйдет и сил на то чтобы такой голос собрать и тогда в таком случае не факт что он как бы нужен но и среди и академического и эстрадного репертуара есть все таки песни которые могут подойти то есть если приходит девушка и она хочет петь академ но у нее больше грудное звучание от природы мы можем развить ей головное звучание так или иначе я и скажу что ну наверное все таки вот вам эстрадное грудное было бы полегче но если вы хотите петь академ давайте петь несложный академ давайте петь русские романсы там и давайте петь советскую песню песни из фильмов советских это чудесная музыка на которой она близка к академичности на ней можно очень академично поучиться но она не будет слишком сложней то же самое с эстрадой если человек вдруг хочет петь какую-то там сложнейшую эстраду эстраду это вообще доступный жанр считается для всех все кто могут говорить все же в этом же диапазоне могут и петь вот хотя бы в этом диапазоне поэтому в принципе петь эстраду могут все но опять же вопрос сложности произведений и я безусловно выступаю за то чтобы не брать слишком сложные произведения в самом начале обучения хотя есть педагоги которые так делают я не не разделяю совершенно когда человек пришел он еще не понимает ни свой голос еще не педагог не человек не само тело человека ученика не понимает какой получится из этого голос и мы сразу нашпиговываем давать там песнями агилеры не знаю каким сложнейшую музыку с сложнейшими какими-то импровизационными вставками это не нужно это перегруз и это какое-то насилие получается над физиологией все нужно просто обсуждать и понимать как-то в меру своих возможностей планомерно расти и тогда все будет в порядке будет безопасно как определить то направление репертуара в котором человек будет наиболее гармоничен слушать человека слушать его и личность и физиологию то есть что человек вообще хочет до нас донести может быть есть люди которые у меня у педагога была такая история что вот ученик поет какую-нибудь песню про любовь к родине и вот даже те кто не любят родину начинают любить родину вот такой момент есть то есть если вдруг у человека либо само по себе получается какое-то направление либо ему нравится идея какого-то направления может быть он но очень красивые вещи обсуждаются в джазе например пару это просто замечательные стихи и джазовых стандартов очень глубокие очень чувственные то есть что человеку ближе или человеку нравится опять же тот же русский романс например вот ему нравится петь там про 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 все просто пелось в русских романсах про чувства про этом про тоже про отношения и всякие вот такие вещи и тогда значит человеку ближе этот стиль то есть мы смотрим и оцениваем с одной стороны голос куда голос хочет развиваться и потому что все-таки для низких даже грудных голосов можно иногда пейся просто такой более мыцовые академ то есть все это надо перебирать пересматривать смотреть на человека и за какое-то количество времени не сразу определяется репертуар безусловно не сразу а академисты даже отучиваясь и 5 бывало это больше лет они только потом решают что все-таки наверное я камерную хочу музыку петь или все-таки я хочу петь вагнера или еще какой-нибудь а сейчас очень большой пласт музыкальной культуры мы уже нажили человечеством и среди академы среди каждых композиторов среди эстрады среди джаза среди двадцатого века очень можно разные найти музыки и подобрать под каждый голос что-то свое что будет нравиться этому человеку как строятся ваши занятия по обучению вокалу что на них происходит того что нету ряда других педагогов ну я в первую очередь и чем я очень горжусь это мой больной путь моего академического вокала я педагог по постановке голоса вот такие в природе есть я не только педагог психофизиолог но еще занимаюсь именно постановкой голоса вокалом я тоже занимаюсь но если вы придете ко мне у нас урок не будет выглядеть так что мы сразу там что-то распелись тыры-пыры и сразу петь песни все-таки нет все-таки я оставляю какой-то зазор и этот зазор обычно где-то но месяца три при том что мы занимаемся раз в неделю всего чтобы почувствовать свой голос чтобы раздышаться чтобы почувствовать разные регистра разные резонаторы чтобы какое-то свое заиметь мнение о своем голосе не просто идти вот так вот на поводке у своего учителя чтобы учитель не говорил прав он или не прав а как-то самостоятельно думать и вот я с одной стороны предлагаю много теоретического методического материала много сознания очень есть о чем поговорить вот этими мышцами так вот этими там здесь можно вот так подумать здесь вот так управлять покрутиться но я никогда не настаиваю на каком-то действии нет такого что я считаю что мое мнение о человеческом голосе моего ученика единственно верное у моего ученика может быть свое ощущение и никогда не я никакой другой талантливый мега педагог не влезет в шкуру другого человека чтобы сказать ему что вот это не так вот это не так а вот это по другому мы никогда не можем достоверно знать что чувствует другой человек мы никогда даже не можем взвесить насколько он в контакте со своим телом я всегда приводила пример что каково как балерина чувствует себя в теле и то как я чувствую себя в теле мы ник но понятное дело что балерина нереально круче себя чувствует, что она уже ногу подняет до головы, и всякие разные у неё в целом координации в теле лучше, чем мои. Но нету прибора или инструмента, чтобы это взвесить, чтобы понять, насколько ей лучше, чем мне в моём теле, в котором я, может, никогда не танцевала, ничем не занималась, вообще никаким спортом. И это нельзя взвесить, и, соответственно, никогда нельзя прямо насильственно говорить ученику «пой вот так, потому что вот так правильно». Но, к сожалению, наша вокальная школа, она именно такая, она традиционно тянется именно в таких пониманиях, что я считаю, что нужно так, меня учили так, моего педагога учили так, и вот со времён Глинки какие-то контакты с телом, они так и не пересматриваются. То есть просто укоренилось, что надо задирать лавка и леды, и петь вот в такой позиции. И мы вот в этом просто существуем, и сама научная мысль современного вокала в институтах, она не занимается, к сожалению, пересмотрением этих традиций, хотя уже пора давно, уже лет сорок, говорю, как от Европы пора, лет тридцать-сорок. Вот, и до сих пор у нас нет кафедры музыкальной физиологии. До сих пор никто не обучает отдельно педагогов, не через себя анализировать, а смотреть, как человек в его физиологии будет чувствовать себя. Это совершенно отдельный навык, который очень тяжело получить, надо очень сильно захотеть ещё так смотреть на эти вопросы. К сожалению, никто не смотрит. Какие преимущества благодаря такому подходу получают ваши воспитанники? Они получают реальный контакт с голосом. И здесь, ну, это опять же, это моя была боль, потому что я пела пять лет академическим вокалом, и когда я вышла из учебного заведения, в котором училась, я поняла, что голос вообще не мой. То есть я не могу просто так спеть под гитару какую-то песню, не могу просто так спеть какую-то эстрадную песню. Я умею только вот это в академической позиции, и больше ничего. Пять лет меня тренировали петь вот так, и оно мне неудобно, неприятно, непонятно. Я пытаюсь найти другие варианты, но телу вдалбливали, что нужно вот так. И это совсем не здорово. А когда человек идёт от себя, когда мы даём ему возможность поразвиваться, почувствовать, приноровиться, переосознать, но в то же время мы и голову ему забиваем нужной информацией, то есть мы не просто даём упражнения и всё, а мы всё-таки с ним как-то работаем, рассказываем ему варианты, тогда получается совсем другой продукт. Человек осознаёт, что голос — это следствие его личности. Не только работы тупо связок и всё, а работы его дыхания, работы сосудистой системы, работа каких-то зажимов, координации мышц — это сложнейший процесс. И, конечно же, это в целом более целостный взгляд, более стоматический, сказать, что взгляд на вокал. Когда мы понимаем, что всё — тело, баланс в теле, всё будет на нас влиять. Это просто нереальное физиологическое образование. Люди осознают такие вещи, которые никогда бы, может, и нигде бы не стали пытаться как-то осознать. Какие-то логики, физиологии. Это очень важно. Поделитесь тем, как меняется мир восприятия и сам творческий путь ученика, когда он знакомится с вашим физиологическим подходом к вокалу. Ну, я, безусловно, преподаю вокал как здоровье. И изначально, когда ко мне приходят люди с нуля, я порой даже к своему, не знаю, к сожалению или счастью, ставлю задачу не только научиться петь, а чтобы человек вообще с телом немножко подружился, чтобы он в своём теле как-то переосознался, начал по-другому функционировать, обратил вообще внимание на своё тело. Я не понимаю, как можно петь и вообще не обращать внимания на питание, ни на зажимы, ни на что ещё. И поэтому тот продукт, который получают мои ученики, он включает в себя и отстроенное дыхание, и всё, что с этим связано. Из самых таких интересных, ну, все в основном говорят о том, что очень улучшается качество пищеварения, пропадают запоры, потому что постоянная координация оживает вся брюшная полость, если мы правильно отстраиваем выдох. Из самого такого необычного, ну, головные боли, понятное дело, головокружение, потому что зажимность уходит со спины. У меня у одной ученицы ушла экзема с руки, у неё была очень много лет экзема, и зачастую это как раз связка с желудком, и когда мы разминаем желудок, а диафрагма она разминает и желудок, и печень, и надпочечники, тогда мы получаем, конечно, другое в целом функционирование в своём теле. Мы и мыслить в нём начинаем чуть по-другому. Когда мы снимаем зажимы, мы начинаем меньше циклиться, у нас появляется другой немножко эмоциональный фон. Мы очень завязаны со своим телом, но по факту никто вот так вот просто... Я не знаю педагогов, занимающихся повышением качества жизни. То есть просто вот вы научитесь дышать, вы снимете зажимы, и вам станет по-другому житься, легче смотреть на вещи, не знаю, как-то лучше, удобнее, приятнее в своей жизни находиться. Вот я это тоже делаю не просто так, а я это совмещаю с вокалом. Мы разбираем какие-то основы работы физиологии быстро. Это не так много об этом говорить, но это даёт, конечно, совсем колоссальный и другой результат. Так что, я думаю, что эти крутые очень перемены со здоровьем люди чувствуют в первую очередь. Ну а потом контакт с голосом, что голос становится реально их, и люди могут спустя пару месяцев понимать, а хочу, я спою чуть груднее, а хочу, спою чуть микс-тове. Как-то так. Кого вы берёте на обучение, и что нужно, чтобы стать вашим учеником? Нужно просто прийти и начать. Я беру тех, кто с нуля, особенно, потому что с ними приятнее работать, их не надо переучивать, им легче. Они просто сразу отстраивают дыхание, сразу понимают, на какие вообще ориентиры здесь ориентироваться, и мы работаем. И самое главное, это, конечно, выполнение домашних заданий. Их мало, но они требуют включённости. То есть мы действительно занимаемся перестройкой дыхания, действительно обращаем внимание, а не напряжено ли у нас лицо, а не напряжены ли у нас плечи. Есть совсем несложные техники, можно сказать, техники, которые помогают включиться в себя, в своё тело, и тогда, как следствие, голос сам начинает прорезаться, и получается очень классный результат. Поэтому, в принципе, я работаю со всеми, и как раз начинающими особенно. Какой-то возраст есть, в котором предпочтительнее начинать? Или нет каких-то верхних и нижних границ? Смотря чего мы хотим. То есть, если говорить про детей, когда с ними начинать, очень по-разному. Есть сейчас и музыкальные группы для, там, с мамочками, когда ещё детям нету и двух, и трёх лет, то есть когда это совсем малыши, и они уже включаются, они уже могут там кивать, стучать в такт, они уже слушают музыкальное полотно, они уже пытаются как-то петь что-то, какие-то хотя бы ноты, буквы отдельно звучать. Это классно. Если мы хотим работать с детьми с маленькими, там, 5-7 лет, то у нас просто совсем другие задачи. Мы не должны от них хотеть каких-то диких результатов на голос дети, чтобы они пошли. А мы хотим, чтобы они включились в пение, включились в свой голос, чтобы им, правда, нравился этот процесс, чтобы они ходили и просто распевались, напевали, вне зависимости от уроков. Вот играет и распевается, это очень крутой показатель того, что ребёнок включён в музыку. Если вообще ребёнок отзывчив к музыке, то это уже классный показатель. Верхние границы тоже нету, мы можем заниматься и в удовольствии, и в 80 лет, и в домах культуры, в домах много сейчас кружков, где можно попеть народным, хором, собираются бабушки, дедушки, играют на баяне кто-нибудь там, и это очень классно. Но если мы говорим про профессионализм, по мне, самый хороший вариант это начинать ставить голос лет в 20. До 20 как-то ещё понимания нету, а где только там к 40 люди уже обычно очень зажаты. Те, кто приходят в 40, тоже получают классный результат. Опять же, контакт с физиологией, вот это всё. Но они просто им сложнее, потому что, кому как. Кому-то сложнее, если он телом вообще не занимался, спортсменом, наоборот, очень классно, чем позже, тем даже они быстрее вникают в процесс. Но в 20, 25, в 30 голос ещё очень пластичен и очень отзывчив, и для постановки голоса это, наверное, самый лучший этап в жизни. Сколько времени это занимает, постановка голоса, и что даёт постановка голоса тем, кто, допустим, не поёт? Ведь это ведь не только про сцену, это и в других сферах может пригодиться. Очень зависит от исходника, опять же, от возраста, от вообще от того, какой человек, что он делает, как он себя оценивает, что у него с психикой, как вообще, что он из себя представляет. В среднем постановка дыхания занимает где-то месяца два с половиной, я думаю. То есть, когда дыхание прямо окончательно переменяется. Есть варианты, когда это происходит за неделю, есть варианты, когда это происходит за полгода. То есть, всегда по-разному. Постановка голоса, она идёт параллельно с постановкой дыхания. Но в среднем, я тоже думаю, что где-то месяца четыре-пять месяцев можно прямо реально уже почувствовать свой голос, то есть, прям понимать, что там происходит. И, конечно, это не только про вокал, это про контакт с собой, про понимание через свой голос вообще себя, как один из индикаторов. Не только там цвет лица и мешки под глазами, а ещё и голос, что нормально ли я питаюсь, нормально ли я сплю. Ну и, конечно, это речевой голос. И здесь уже это все ораторские мероприятия, что если мы плоду с собой звучим, если мы звучим естественно, то нас совсем по-другому хочется слушать, воспринимать. И когда люди немножко поджато говорят, это всё равно у собеседников, оппонентов тоже этот зажим небольшой вызывает, потому что мы зеркальными нейронами все друг друга чуть-чуть копируем. И когда человек долго вещает в напряжении, у зала тоже появится это небольшое напряжение. А когда человек находит свою зону естественности, когда он в ладу с собой, тогда это совсем другое дело. Тогда и люди воспринимают его иначе. И даже, как бы это ни было странно, если у нас разработана диафрагма и вообще само тело, то мысли у нас быстрее и лучше как-то укладываются. И мы всегда знаем, что сказать, и для этого не нужно много готовиться. То есть у нас физиология очень связана с психикой, очень связана с психикой. И этому тоже нигде не обучают, и об этом тоже очень мало кто говорит. Нужен ли вокал детям? Нужен. Нужен, конечно. Но он просто должен быть, да, вот другим, как я говорила. Может быть, он должен быть не насильственным, а именно как развитие. То есть здесь мы, безусловно, должны с ребенком пытаться заниматься дыханием. Какой ребенок? Бывают неусидчивые, и им очень трудно. Они тогда просто что-нибудь поют. Но нам главное включить их в этот процесс, чтобы они что-то свое, какое-то свое удовольствие в вокале нашли. А так это здоровье, конечно, вибрации, это прощищение пазух, прощищение тоже гортани. И получается, что меньше простуд, что, опять же, меньше там болит голова, меньше напряжения. Особенно школьникам, у которых много напряжения, часто болит голова, нагрузка на глаза большая. Для них вокал это просто полезно, это способ отдохнуть. Но педагог должен быть классный. Вот он должен быть классный, зажигающий, чтобы детям с ним было действительно здорово общаться. Я считаю, что вокал не должен быть в нагрузку. Многие мамочки, смотря, что их ребенок неравнодушен к пению, считают, что у ребенка есть к этому предрасположенность. К какому возрасту можно понять, есть у ребенка такая склонность задаток или нет? С раннего детства можно понять. Если ребенок хоть как-то отзывается на музыку, начинает, это же вообще совсем в малютинком возрасте бывает видно, начинает пританцовывать как-то, крутиться, подпевать, пускай как получается, но он пытается. То есть музыка ребенка затягивает. Это серьезный показатель, что уже ребенка можно пытаться как-то к музыке приобщать. Но здесь очень важно. Часто пытаются отдать музыкальную школу. Музыкальная школа, она очень классная вещь, если ребенок понимает, зачем он это делает. А если его там все просто раздражает, там сольфеджио какое-нибудь бесющее, там, не знаю, все не так, и экзаменов куча, то это получается, опять же, больше про напряжение, а не про образование. И это, ну, хотя я сама прошла именно такой путь, но, может быть, своего ребенка я бы, наверное, уже не отдала в музыкальную школу. Поэтому надо просто наблюдать за ребенком. Если он в целом как-то откликается на музыкальность, то это показатель, что с ним можно работать. Только задачи будут разные, конечно, в разном возрасте. В каком возрасте еще не поздно поставить голос? Никогда не поздно. Это вот то, о чем я говорила, что и в 80, и в 90 собираются петь и поют, и поют в удовольствие. Заниматься собой, вообще развитием себя, контактом с собой, мне кажется, никогда не поздно. Просто другое дело, что чего мы хотим. Если мы хотим какой-то профи-уровень, то, наверное, стоит начинать лет так 18-20. И это и раньше не факт, что нужно. То есть не обязательно с детства заниматься вокалом, чтобы круто научиться петь, чтобы в этом оставить какой-то свой след. И, наверное, если мы будем заниматься с 20 лет, когда уже мозги немножко встали на место из подросткового возраста, мы получим больше результата с 20-25, чем в 40-50. И, опять же, бывают люди, если девушка, допустим, йог и спортсменка, и она в 50 лет прекрасно себя чувствует в своем теле, то возможно, что у нее даже будет больше результата, чем у того, кому 20, но кто вообще никогда ничем не занимался и с собой абсолютно в неконтакте. Просто все можно и все нужно заниматься вокалом, голосом, особенно дыханием. Вопрос, чего мы хотим. И разные бывают случаи. Вот прекрасный случай с Юзен Бойл, которая пела на голосе «Минута славы» американской, это уже очень старая история, где она всю жизнь не пела и жила с кошками, такая грустная судьба, а потом она в своей, я не знаю, но ей было сильно, мне кажется, больше 45, она вышла на сцену, может, около того, мне кажется, больше. Она вышла на сцену и запела, как просто дива, и голос был все время с ней, хотя она об этом не знала. И вот после «Минуты славы» она уже записала там целый ряд альбомов просто с бесподобным звучанием голоса, очень красиво. То есть, ну, возраст, дело не совсем в возрасте, в общем. Какое бы напутствие вы дали вокалистам и их родителям? Что нужно в первую очередь искать гармонию с собой. И нам важна и психическая стабильность, и физиологическая стабильность, то есть, чтобы мы и телом как бы понимали и чувствовали, что если нас зажимает, если у нас поехали плечи на уши, это о чем-то говорит. Это не просто так, тело дурацкое, мы сейчас его поругаем, и вот изо всех сил заставим расслабиться. А это о чем-то говорит, есть какие-то внутренние конфликты, что-то, что-то, что-то. Поэтому в первую очередь мы должны искать гармонии с собой. И вообще голос – это поиск, это постоянный поиск. Сегодня мы поспали в одном положении, у нас чуть одно состояние, завтра в другом – другое. Что ели, что не ели, голодали, вегетарианцы мы, какие у нас вообще отношения с миром, поругались с кем-то, не поругались, опаздывали, не опаздывали. Вот это все будет сказываться на каких-то перегруппировках мышечных, у которых очень много, как они будут организовываться, эти мышечные группировки, что из этого получится. Поэтому надо просто понимать, что голос – это поиск, это должен быть в первую очередь интерес к себе. И у нас должны быть вопросы не как правильно, не как вот считает мой педагог, я буду петь, а как я хочу, а как мне нравится, а мне удобно. А если у меня вот я пою, и мне вот как будто душу медом мажут, вот мне прям хорошо. Вот может быть тогда это вот то, что мы и должны делать. А педагог говорит петь как-то так, а мне вот этого неуютно, неудобно, вот значит, это не надо делать. То есть надо все время с акцентом на себя, к себе возвращаться и из себя следовать. Но с пониманием того, что никто не знает, как правильно. Это была моя большая очень ошибка, я думала, что все вокруг знают, как правильно петь. Нет, никто не знает, вообще никто не знает, ни вокалисты, ни педагоги. У всех есть свое какое-то мнение, но это очень живой вопрос. Ну и обязательно заниматься дыханием, работать с зажимами, работать с телом хоть как-нибудь, хоть какие-то пробежки, хоть что-то, какие-то мельчайшие там упражнения, из марафона, из инстаграма, сейчас у вас теопатические очень много. Какая-то работа с телом должна быть обязательно. Повышать физиологический интеллект очень важно. И работа с дыханием должна быть тоже обязательно. Ну и безусловно, мы должны верить в свой успех. Первое, чем отличает гениального вокалиста от негениального, гениальный верит в свой успех. Он просто верит, что у него все получится. Поэтому я думаю, что если мы будем верить, то все получится. Спасибо, Власта. О том, как строится обучение вокалу через физиологический подход говорили сегодня. И с нами на связи была педагог-психофизиолог по постановке «Голос, речь, дыхание» и вокалу Власта Рукавишникова. Если у вас есть личный запрос к нашему эксперту, вы можете его задать, перейдя по ссылкам в описании под этим видео. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok